Здравствуйте, уважаемые коллеги! Большое спасибо, что пригласили участвовать в вашей сессии. Для меня это первый опыт. Мы обычно очень мало взаимодействуем при опухолях гинекологического тракта с рентгенологами, но я думаю, после пятого нашего форума мы начнем действовать более тесно. Итак, мой доклад. Хотелось бы остановиться на анатомии. Яичники – это парный орган, который располагается в полости малого таза. Они расположены за широкой связкой матки. Это вид сзади, правый яичник, и крепится к ней при помощи дубликатуры брюшины, которая называется мезоварией. Также есть еще две связки – это яичниковая связка и поддерживающая связка. В разный период времени яичники имеют разную форму и разные размеры. В детском возрасте до наступления репродуктивной минархи. Они сплющены в передне-заднем направлении и имеют средние размеры 1 на 0,5 на 0,3 см. Расположены они не в полости малого таза, а несколько выше. В период репродуктивной активности яичники увеличиваются в размере. В среднем они достигают 3,5 на 2 на 1 см в размере. В начале репродуктивной функции они имеют гладкую поверхность. И в постменопаузе яичник теряет до 50% объема своей ткани, становится мозговидным и плотноэластичным. Гистологически выделяют мозговое вещество, в котором располагаются нервы и сосуды. В постменопаузе очень часто сосуды мозгового вещества яичника претерпевают некоторые изменения, например, гиаленоз в стенке, и их становится больше заметно. Это очень часто является причиной сверхдиагностики гемангиом. Гемангиомы очень редко возникают в яичниках, но эта картина может ее симулировать. Также выделяют кору яичников. Здесь происходит основная репродуктивная драма в этом органе. Здесь происходит созревание фолликулов. И именно с этими особенностями часто возникают опухлевоподобные состояния. Их сложно отличить от опухолей инструментальными методами диагностики. Например, фолликулярные кисты могут быть размерами до 8 см. Это однополостная гладкостенная киста с жидкостным содержимым. Также могут встречаться кисты желтого тела, которые достигают размеров более 3 см. И содержат кровянистое содержимое в центре. В репродуктивном возрасте часто встречаются поражения яичников при эндометриозе. Так называемые эндометриальные кисты. При долго существующем кровоизлиянии в этой кисте она приобретает вид шоколадной кисты. Их размеры могут достигать больше 10 см, что тоже смущает как хирургов на операции, так и инструментальных диагностов при постановке диагноза. Опухоли яичника занимают 9 место среди структуры заболеваемости и злокачественными опухолями среди женского населения. 80% – это первичные поражения, и 20% – это вторичные поражения. Опухоли яичников находятся на 5 месте по причине смертности у женского населения. В настоящее время мы пользуемся ВОЗовской классификацией 2014 года. Я больше буду говорить о ней, потому что, наверное, нет смысла обсуждать ТНН-классификацию, потому что мы редко расходимся именно по стадиям. Чаще у нас бывают недопонимания в сути самого процесса, потому что это очень гетерогенные опухоли, они могут симулировать друг друга. Итак, ВОЗовская классификация предлагает деление опухолей яичника на эпителиальные опухоли и неэпителиальные. К эпителиальным чаще всего относятся серозные, эндометриоидные, муцинозные опухоли, которые, в свою очередь, делятся на доброкачественные, покроничные и злокачественные. Среди неэпителиальных опухолей распространены опухоли стромальные, опухоли полового тяжа, а также герминогенные опухоли и различные миксы среди этой группы. Хотелось бы обратить внимание на детский возраст. Для него характерны и чаще встречаются в этом возрасте герминогенные опухоли, ювенильная коронулезоклеточная опухоль и гонадобластомы. Среди герминогенных опухолей зрелая тератома является самой распространенной опухолью. Это 20% от всех опухолей яичников. Часто они являются случайной находкой при инструментальных методах анализа, либо интраоперационно. В 10% случаев они текут двусторонне. И выглядят они обычно как одна монокиста с жировым содержимым, с примесью волос, зубов, точек окостенения, ну не точек окостенения, а костных структур. Это очень хорошо видно при инструментальных методах диагностики. Гистологически там можно встретить кость, ткань головного мозга, любую ткань, эндо- или мезодермы. Дисгерминома – это самая частая среди злокачественных герминогенных опухолей. Она может встречаться и в детском возрасте, что чаще бывает, также в раннем репродуктивном. 10% случаев – это двусторонние поражения. Выглядит это как солидное образование, больше 10 см в наибольшем измерении, мягкой эластичной консистенции, дольчатые. Также могут быть участки некрозов, кровоизлияния, либо кистозной трансформации в центральных областях. Гистологически это очень аккуратная опухоль, солидная, состоящая из светлых клеток, с выраженными ядрышками и тонкими прослойками фиброзной ткани, которая может быть более выраженная в зависимости от… Ну, как повезет, в общем. И часто они могут быть с выраженной лимфоидной инфильтрацией. Ювенильная гранолезоклеточная опухоль, средний размер 12 см. Она чаще кистозно-солидного строения с фокусами кровоизлияний. Выглядит она достаточно жутко. Опухоли кистозного строения – это обычно опухоли эпителиального происхождения. Чаще они встречаются в репродуктивном возрасте и в постменопаузе. Пограничные опухоли чаще встречаются в репродуктивном возрасте. А в постменопаузе мы чаще наблюдаем либо доброкачественные, либо злокачественные. Доброкачественные эпителиальные опухоли. Хотелось бы остановиться особенно на инклюзионных кистах. Инклюзионные кисты – это инвагинаты поверхностной оболочки яичника. И они размерами бывают до 1 см. Больше 1 см мы гистологически их уже классифицируем как цистоденомы. Муцинозные опухоли чаще, доброкачественные, они чаще бывают односторонними. Могут быть в среднем 10 см, но бывают и гигантские – более 30 см в диаметре. Здесь мы видим в основном кисты, представленные гладкой стенкой. Но могут быть различные выпячивания, что, скорее всего, очень смущает рентгенологов при диагностике. Но мы видим неатипичный, спокойный эпителий. Она не представляет никаких опасностей. Покраничные опухоли чаще всего встречаются в репродуктивном возрасте. Эти опухоли могут имитировать злокачественные, потому что они часто имеют популярные разрастания внутри кисты. Также могут быть разрастания на поверхности образования. Иногда они дают перитониальные высивы, неинвазивные. Муцинозные покраничные опухоли могут быть гигантские, больше 50 см, как, например, на этом слайде. И гистологически они выглядят уже сложнее. Тут уже выражено и появляется стратификация. Сосочки в пространстве более сложно ориентированы. То есть гистологически эти опухоли хорошо различимы по сравнению с доброкачественными. Злокачественные эпителиальные опухоли в основном – это серозные high-grade карциномы, которые текут очень агрессивно. Чаще они солидного строения, либо солидно-папиллярного. В серозных low-grade карциномах мы можем встречать кальцинаты. И они более популярные и реже формируют солидные структуры. На этом слайде представлены серозные low-grade – это инвазивная папиллярная опухоль с кальцинатами, с множественными обычными кальцинатами. И серозные high-grade – это солидные поля клеток, очень крупных, с выраженным полиморфизмом и высокой методической активностью. Опухоли солидного строения чаще также возникают в постменопаузальном возрасте. Чаще это фибромы, они выглядят как солидное плотно-эластичное образование. Также встречаются кранулезоклеточные опухоли взрослого типа в постменопаузе. Хотелось бы сделать акцент на вторичных поражениях яичников. Чаще это аденокарциномы толстой кишки, либо желудка, молочных желез, а также тела матки. На данном слайде представлен яичник с метастазом эндометриоидной аденокарциномы тела матки. Это белое тело, это метастаз. Видно мозговидную структуру яичника. Здесь гистологический препарат опухоли, метастаза опухоли желудка в яичник. Здесь опухоль молочной железы в ткани яичника с множественными эмболами. Для того, чтобы поставить правильный диагноз при вторичном поражении яичников, нам нужно больше клинической информации. Нам нужны инструментальные данные и информация о предыдущих вмешательствах, либо инструментальных данных. Поэтому, я думаю, теснее работать с рентгенологами, патоморфологу будет очень даже полезно. Спасибо за внимание. У кого будут вопросы, пожалуйста? У кого будут вопросы? Ну тогда, значит, если не у кого, у меня есть вопрос. Вот вы говорили, что пограничные опухоли – это опухоли в основном молодого возраста. И, наверное, пограничные опухоли – это сейчас самый большой камень преткновения. И я думаю, клиницисты со мной согласятся. Почему? Потому что, естественно, молодой возраст женщины зачастую еще не выполнили свои репродуктивные функции и требуется органосохраняющая операция. На операции мы видим, например, эхографические или на МРТ все признаки злокачественности. Вот как вы говорили, сосочковые разрастания, кровоток, копит контраст и прочее, прочее, прочее. Мы получаем при срочном гистологическом заключении пограничную опухоль. Соответственно, выполняем ей органосохраняющую операцию. В окончательном ответе, в ряде случаев, мы можем получить и наличие инвазии, и уже аденокарциному. Вот в чем сложность сейчас выполнения вот этих операционных исследований? Вот раньше мы, как бы, всегда получали достаточно четкий ответ – аденокарциному, нет малиганизации, в редких случаях пограничных. И пограничных опухолей тогда практически не было у нас, ну там, редкие случаи. А сейчас вот клиницисты не дадут соврать практически каждый месяц. В чем сложность операционной диагностики гистологической? Операционная диагностика – срочная биопсия. Срочная, да. Сложность заключается в том, что мы не можем исследовать яичник тотально. То есть мы на основании постоперационного исследования, операционного материала, можем поставить серозную low-grade инвазивную карциному только в том случае, если мы можем обнаружить участок инвазии больше 5 мм. То есть 6 мм на срочном гистологическом исследовании макроскопически мы не можем выявить этот участок. То есть если мы попадем в пограничные опухоли на срочном гистологическом исследовании в ее инвазивный фокус, это прям казуистика. То есть это очень маловероятно. И скорее не сложность со срочными биопсиями интероперационными сейчас возникает, а скорее даже улучшение диагностики уже операционного материала. То есть у нас есть возможность забирать такие яичники субтотально. То есть это практически вся опухоль будет исследована микроскопически. И только после этого мы можем ставить пограничную либо серозную low-grade, либо остальные формы. То есть это улучшение качества именно планового исследования. А вот скажите, вот вы же когда получаете материал, делаете вырезку, но вот вы же сами смотрите, разрезаете аппарат. У нас даже в протоколах есть описание макропрепарата. Вот у вас есть какие-то особенности макроскопического исследования именно пограничных опухолей? Или когда вы делаете вырезку, вы как бы не можете даже предполагать, что это будет? Нет. При пограничных у нас нет ни расширения, ни сужения протокола вырезки. То есть мы действуем в стандартах с карциномами. Нет, это понятно. Но вот вы когда делаете разрез, вот вы получаете этот препарат. Вы можете даже вот предварительно сказать, что здесь может быть пограничная опухоль. Есть ли какие-нибудь специфические вот критерии? Понимаете, мы же диагносты, нам надо на что-то ориентироваться. Нам надо писать какой-то диагноз, да, либо простая киста, либо пограничная, либо злокачественная. Вот даже при макроскопическом исследовании есть у вас какие-то особенности пограничных именно опухолей? Да, ну по сравнению с доброкачественными цистоденомами это популярные разрастания. А по сравнению со злокачественными? По сравнению со злокачественными, например, high-grade, в high-grade будут солидные участки. Но серозная, например, low-grade с микрофокусами инвазии, макроскопически мы никак не можем определить. Тоже не может. К сожалению, да, то есть пограничные серозные опухоли и серозные low-grade, допустим, опухоли, они макроскопически могут выглядеть одинаково. Они и проявляются для клинициста одинаково. То есть это и поражение двух, двустороннее поражение, то есть уже повышение стадии. Это и попилярные разрастания на поверхности, также могут быть при неинвазивных пограничных опухолях могут быть неинвазивные импланты по брюшине, что тоже смущает, естественно, клинического... Макроскопически мы не можем дать однозначный ответ до гистологического исследования. К сожалению, срочные интероперационные биопсии нам тоже не всегда помогают. Часто мы отвечаем, что это не менее, чем пограничная опухоль. Не менее. То есть ухудшиться диагноз сможет, улучшиться уже вряд ли. Спасибо большое. У кого еще есть вопросы? Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. А можно еще раз в отношении серозных раков логрейт и хайгрейт? Потому что прогностически это настолько две очень разные группы, и сейчас все рентгенологи смотрят в сторону, как бы научиться их дифференцировать. С точки зрения патологии, чем отличается солидный компонент? Проговорите, пожалуйста, еще раз, осталось не очень понятно. В логрейт и хайгрейт опухолях? Это некрозы, это плотность клеточная, число метозов. На какие позиции вы опираетесь? Спасибо. Ну, солидные компоненты именно папиллярных опухолей, они вряд ли будут отличаться. Но некрозы могут быть чаще в хайгрейт серозных карциномах, например. И солидизация чаще возникает именно в хайгрейт серозных карциномах. А в серозных карциномах лоукрейт мы чаще наблюдаем отложение кальцинатов. Есть особые даже формы, и не при особых формах видно большое количество псомомных телец, кальцинатов. Так же, что вам может помочь? Ну, пожалуй, вот прям на этапе инструментального анализа нет достоверных признаков. А размеры вот этого солидного никак, то есть они тоже разные бывают? То есть оно может, разрешающая способность, я показывала слайд, там была папиллярная опухоль, но, скорее всего, инструментально она выглядела солидно. А это лоукрейт серозная карцинома, прогноз у неё лучше, а выглядит она как солидная. И, опять же, на макропрепаратах злокачественных эпителиальных опухолей там было папиллярное образование макроскопическое, это была серозная хайгрейт, но она папиллярная, там не так много солидных участков. То есть макроскопически, инструментально – это крайне сложный вопрос. И окончательный ответ всегда после исследования оперативного материала. Выдавал. Продолжение следует...